Должны ли писатели говорить правду? Так курьезно озаглавил свой рассказ Джером Клапко-Джером. В нем юморист убеждает, нет, читатели ждут от автора, что он будет им потакать, а если он сопротивляется, дают ему пинка и спешат на поезд, который отходит в 12.40. Весьма ощутимые пинки в разное время доставались вполне серьезным писателям. Ну, скажем, Набокова за Лолиту обвиняли в пропаганде детской порнографии. Джона Фаулза в том, что это его коллекционер, вдохновил маньяков похищать и запирать женщин в подвалах. К серьезному размышлению на эту тему обратился малый драматический театр. В спектакле «Кровь книги Флабер» состоялся суд над автором Мадам Бавари. Выход в свет этого произведения стал в свое время поводом для настоящего процесса и обвинения в оскорблении общественной нравственности, на защиту которой всегда готово выступить государство. Дарья Патрина из зала суда и зала театра. Любое оскорбление общественной религиозной морали карается тюремным заключением и штрафом. Судебные заседания порой напоминают спектакли. Так почему же спектакль не может иметь форму судебного заседания? Речи обвинителя, адвоката, допрос обвиняемого и показания свидетелей. Прочная драматургическая канва. И все же премьера в МДТ «Кровь книги Флабер» отнюдь не реконструкция знаменитого судебного процесса. Это еще одна попытка театра осмыслить, почему общество и государственные институты порой так болезненно реагируют на произведения искусства. Соответствует ли книга этим стандартам? Исследование, которому можно поставить дефис, искать исследование, расследование. Как это было, почему это возникает с известной систематичностью, независимо от эпохи и страны, почему-то вот все время возникает какой-то антагонизм между художником и теми, кому его произведение предназначено. И тебя посадят, мой дорогой дружок. Суд над Гюставом Флабером и двумя издателями журнала «Ревью де Пари», где впервые был опубликован блестяще написанный роман о супружеских неверностях, состоялся в январе 1857 года. На тот момент госпожа Бавари еще даже не вышла отдельным изданием. Однако представители французской общественности уже успели оскорбиться. Это не самое главное и в нашем спектакле, и в жизни Флабера. Суд в его жизни скорее был таким подарком рекламным для него, который, в общем, раскрутил, как сейчас говорят, книгу невероятно. И, в общем, за один день все было довольно решено. Адвокат начисто разбил прокурора, а прокурор через 10 лет попался на сочинении порнографических стихотворений. Цитаты из романов, стенограммы судебного заседания, письма Флабера и фрагменты литературоведческих исследований. Вот из чего соткан спектакль МДТ. Содержание первого романа Флабера оставалось пощечиной общественному вкусу даже в середине 20 века. И так получилось исторически, что скандальные истории вокруг ветреной госпожи Бавари затмили остальные произведения Флабера, которые были написаны с не меньшей тщательностью и были не менее вызывающими, чем его большой литературный дебют. Трудно найти в истории более усидчивого писателя, более преданного своему ремеслу, такого монаха, по сути. Он действительно отшельник. Он писал пять лет Бавари, потом в среднем по пять лет писал все следующие книги и уходил от мира начисто. Он был и счастлив, и, конечно, и несчастлив. Ну вот он свое получил за госпожу Бавари. И дальше он очень переживал, что он хулиганит по-прежнему, никто на это не обращает внимания. Я ненавижу эту Бавари. Что я написал одну Бавари? У меня еще полное собрание сочинений. Но так он вошел в историю, все-таки в основном как автор этой изумительной книги. И нет ничего странного в том, что современный российский театр задается вопросами о взаимоотношениях художника с обществом и государством. Ведь если в 19 веке главные премии разворачивались вокруг литературы, в 20-м пристальное внимание цензоров вызывало кино, то в веке 21-м эстафетную палочку принял театр. В малом драматическом история Флабера вторая по счету после истории Пастернака в задуманном цикле спектаклей исследований. В этом цикле нет прямых параллелей с сегодняшним днем. Всего лишь повод задуматься, предложенный в ясной лаконичной форме и ограненный, как всегда, изумительной игрой дотинских актеров.